Всем привет, с вами Содерлинг, и это уже второе видео про пасхалочки за сегодня, и десятая часть разбора всех отсылочек в удивительном мире Гамбала. И лишь спустя 9 предыдущих выпусков мы только сейчас, наконец-то, подходим к завершению разбора всех-всех пасхалочек в этом мультсериале. Первая часть этой серии роликов вышла больше года назад. Мне потребовалось нереально много времени на то, чтобы найти и проверить все-все отсылки. И когда я только начинал этим заниматься, я никак уж не ожидал, что по итогу это вылиться аж в 10 роликов, которые по хронометражу значительно превышали остальные мои видео. И теперь мне кажется, что по количеству отсылочек Гамбала могут превзойти ну разве что Симпсона, и то просто потому, что там уже аж 30 сезонов. Тем не менее, это ни в коем случае не делает этот мультик менее оригинальным. Зачастую все отсылочки использовались в контексте шутки или пародии, и если даже сценаристы Гамбала и вдохновлялись каким-то фильмом, они использовали лишь небольшие частицы оригинального концепта, создавая из огромного количества аллюзий нечто свое, уникальное и поистине захватывающее, благодаря чему этот мультик многими полюбился. Определенные моменты с отсылочками казались вам смешными еще до того, как вы вообще от меня услышали, что это оказывается была отсылочка, но теперь, когда вы узнали контекст этой шутки, она кажется гораздо глубже и смешнее, чем была раньше. Я это все говорю, потому что мне не хотелось бы, чтобы из-за раскрытия такого огромного количества референсов вы стали относиться к мультику негативно, ведь он этого совершенно не заслуживает. Ну а теперь, раз мы совсем уже разобрались, перейдем же к разбору последних пасхалочек в удивительном мире Гамбала. Ярослав Акула в комментариях написал об одной небольшой отсылке в эпизоде Рецепт, которую не заметил я. Во всей куче размекающих до смерти от воды Антонов можно заметить, как один хлебушек выставил вверх большой палец, опускаясь все глубже и глубже в жижу из своих собратьев. Это аллюзия культовой сцене из Терминатора 2. В предпоследней серии Гамбала «Лучшие друзья» также была отсылочка к Терминатору. Когда Дарвин ударяет лопатой слетевшего с катушек Фаззи, часть его меха с леса обрывается, благодаря чему теперь мы можем улицезреть его настоящее механическое тело. Так же выглядит и Т-800 в конце второй части. Сам же Фаззи является пародией на реально существующие игрушки Ферби, которые когда-то были очень популярными, но сейчас уже мало кто их покупает, к чему и отсылались в данном случае создатели сериала. Хэнк, появившийся в конце серии, это пародия на еще более стародавнюю игрушку Куки Патчи, одного из персонажей на Тамаготче, которые, будучи виртуальными питомцами, требовали от детей очень много внимания. Именно поэтому Хэнку так отчаянно нужен был друг. Когда же Гамбл собирается пойти в гости к Фаззи, он решил пошутить над Дарвином, сказав ему, что отправляется на... Броне – это обозначение фанатов My Little Pony. Следовательно, в данном случае главный герой отсылался к фестивалям, посвященным данному мультсериалу. Буквально в предшествующей серии была еще одна тонкая ссылочка, которую можно было услышать лишь смотря ее в оригинале, на английском. Когда Дарвин решает найти себе нового друга и начинает тусоваться с Алланом, он так с ним сближается, что и сам по чуть-чуть превращается в такой же шарик. Стоило Гамблу это завидеть, он говорит следующее. Он называет его дирижаблеголовым, но в то же время отсылается к известнейшей музыкальной группе Led Zeppelin, и изменив только лишь первую букву в этом словосочетании. Иначе объяснить использование столь редкого сочетания слов нельзя, учитывая, что есть уже современные и гораздо более популярные варианты английского наименования дирижаблей. Аллан добр, умен, красив, можно сказать, возвышается над всеми, что и позволяет ему постоянно летать. Он настолько идеален во всем, что даже его фотография в одноименном эпизоде вышла за грани возможных идеалов. Он вышел там не просто хорошо, а сам на себя аж не похож. Но что гораздо интереснее в контексте сегодняшнего видео, для создания этого кадра была использована фотография одного из членов художественного отдела Гамбла, Клеманта Бола. И это далеко не единственный случай попадания создателей Гамбла в мультсериал. В предыдущих выпусках я вам уже рассказывал о Саре Фео, Микке Грейвзе и Чаке Клейне. Но и на этом подобные камео не заканчиваются. Весь эпизод-план крутится вокруг имени Дэниела Леннарда, который якобы прислал по почте угрозы Николь. Э, а кто такой Дэниел Леннард? Дорогой Дэниел Леннард! Откуда вам известно мое имя? Дети всячески пытаются представить, как бы он мог выглядеть. И по итогу выясняется, что... Дэниел Леннард вообще не человек. Это косметическая фирма. Но это все же реальный человек. И более того, он исполнительный продюсер удивительного мира Гамбла и вице-президент Cartoon Network. И это не единственное его появление в мультсериале. Его можно заметить в эпизоде предсказания на рекламном постере, а еще на превьюшке одного из видео в серии Кот. А в эпизоде подарок в раздумьях, что же подрить мы сами на день рождения, Гамбл и Дарвин отправляются в арт-галерею, рассчитывая купить там некоего Мика Грейвза, которого девочка очень любит. Мик Грейвз! Ааа, Мик Грейвз! По сюжету серии оказывается, что Мик Грейвз это известный художник, картину которого можно приобрести лишь за 4 тысячи долларов. На самом же деле, Мик Грейвз является главным режиссером удивительного мира Гамбла, и он как бы умеет рисовать, конечно же, но вряд ли его картины продаются за такие суммы. Конечно же, у ребят таких денег нет. Но знаете, что отлично подошло бы и в качестве подарка? Футболка со всемайки Ро. Или рюкзак? Толстовка, свишот, чехол для телефона, маска, ветровка с защитным экраном. Выбор на сайте просто огромный. И по Гамблу, и по другим мультикам найдется товар с официальным дизайном от карту Нетворка. Я вот недавно заказал себе такую футболку с Человеком-пауком и такой клевый рюкзак с принтами по Сабрине. Даже из дома выходить не пришлось, чтобы заказать. Доставили курьером по бесконтактной доставке. На сайте огромная коллекция принтов на любой вкус и постоянно появляющиеся новинки. И даже если вы не сумели найти подходящий принт, в любой момент можете создать свой собственный уникальный дизайн в конструкторе. А с моим промокодом Soderling51 вы получите еще и скидку в 15%. Ссылочка будет в описании. А нас, даург, в комментариях заметил еще одну отсылочку, которую я пропустил. В серии Астарти, когда нам показывают комнату Банана Джо, стоит обратить внимание на постеры на стене. Ведь Банан Варвар – это отсылочка Конану Варвару. А второй плакат пародирует постер Рэмбо, только с Бананом в главной роли. Видимо, это любимые фильмы Джо. Но что я действительно упустил, так упустил. Это самое большое сосредоточение паскалочек в одном кадре за все сезоны Удивительного Мира Гамбала, который обнаружил Неон Скорпи. В эпизоде под названием «Писса» в одном лишь кадре, который промелькнет лишь на несколько секунд, можно заметить огромнейшее количество дисков с реально существующими играми. Стоит перемотать этот момент на пару секунд назад или вперед, и все эти игры пропадут и будут заменены на Кеба Файтер и все остальное, что мы видели в течение сериала. Важно было остановить серию в определенный момент, и тут мы уже видим Стрит Файтера, Хитмана, Спайдермена, FIFA, Half-Life, Tekken, Just Cause, Power Rangers, Killzone, игру по Симпсонам, одну GTA San Andreas и GTA Vice City тоже, еще одного Хитмана, игру по мультику Подводная Братва, Мафию и даже игру по Спанчбобу. Уверен, это далеко не все, но они, наверное, специально замылили фон, чтобы я ничего там не мог разобрать. Если вы увидите еще какие-то игры, обязательно напишите об этом в комментариях, а я лайкну, чтобы увидели и остальные. В серии Шлепо, кстати, была еще одна тонкая отсылочка к губке Бобу. Когда Гамбл и Тобиас пытаются с крыши школы подать хоть какой-то знак, чтобы их спустили вниз, в один момент, приклеившись друг к другу, они начинают переворачиваться по полу, и благодаря пекущему солнцу оставляют на крыше следы от собственных тел. Точно такой же момент был и в эпизоде губки Боба под названием «Дом Милы Ананас», когда главный герой обмазал себя с двух сторон краской разных цветов, и таким же образом, как это сделали Гамбл и Тобиас, покрасил забор. Создавая детский ситком, режиссеры «Удивительного мира» Гамбла не могли не вдохновляться с Патчбобом, и потому очень даже велика вероятность использования подобного референса. Ведь подобный же момент был и в серии «Усы». Гамбл и Дарвин, став взрослыми, начинают петь песню о том, что они теперь мужчины и могут делать абсолютно все, что угодно. Точно так же, нацепив усы в первой полнометражке, губка и Патрик буют песню о том, что они теперь мужчины и могут делать абсолютно все, что угодно. Хоть мотив сильнейшим образом отличается, но концепт и текст песни Гамбла определенно отсылают нас к Спанчбобу. То же самое и с эпизодом «Тест». Ведь весь его сюжет повторяет концепт одной серии американского папаши, где Роджер так же, как и Гамбл, старается вести себя максимально хорошо. Ни язвить, ни подшучивать, ни оскорблять. И вся желчь по чуть-чуть скапливается в нем и по итогу чуть не убивает. В удивительном мире Гамбл это сделали, конечно, по-своему, добавив собственные шутки. Но референс здесь налицо. В одной сцене желчь Гамбл и пытаясь из него выброса даже образовывает лица на животе. Тем самым образом отсылаясь уже к кошмару на улице Вязов 4. В тот момент, когда души подобным же образом пытались вырваться из тела Фредди Крюгера. Еще многие в комментариях обратили внимание на дурацкую прическу Тобиаса в этой серии. Ведь поднятые вверх ровные волосы и странная косичка позади. Но не могут не быть отсылочкой Кейча и Ниджи Мури из аниме Джорджа. Иначе это было бы просто невероятным совпадением. А еще в эпизоде «Альтернатива» маленькая Николь в боевом костюме бежит в точности так же, как бегают ниндзи из Наруто. И раз мы уже затронули сейчас тему аниме, самое время рассказать вам про кое-какую пасхалочку из серии «Пахучка». В конце этого эпизода перед главными героями предстает редкая вонючая мартышка, которую все давным-давно считали вымершим животным. И где бы она ни ступила, всюду мигом разрастаются свежие травы и цветы. И это ее способность невероятно напоминает лесного духа из «Принцессы Мононоке», способным как даровать жизнь, так и смерть. Куда бы он ни пошел, там вырастут растения, но уже через миг они завянут. И плюс ко всему, у них обоих лица довольно стрёмные. В эпизоде «Учения» Гамбл, пытаясь выпендриться и поумничать, случайно называет Исаака Ньютона именем покемона Мьюто. А в серии «Дядя» он напевает мелодию из игр по покемонам «Рэд» и «Блю». В конце же эпизода «Телефон» воюя Сочио, Гамбл и Дарвин наращивают силу множеством выстрелов и используя суперудар. А в серии под названием «Основатели» за нововведение Ричарда, Николи, всем сотрудникам компании ради того, чтобы проехаться на лифте, теперь приходится играть в игру «Дэнс Дэнс Революшн». И в эпизоде «Сердца», когда Гамбл и Дарвин хотят показать сердцу мистера Робинсона, что же такое любовь, в одном из кадров можно было заметить отсылочку на ещё одну весьма известную игру – Пакмена. По итогу оказывается, что Гейллар на самом деле всегда любил этих деток, пускай и любил по-своему, по-особенному. Он был даже рад подарить Гамблу на день рождения кассету с мультиком, пускай и не совсем детским. Он назывался «Белоснежка из шесть эльфов», и кадр в кадр, даже по стилистике, пародировал оригинальный диснеевский мультфильм. Только вот на моменте, когда «Белоснежка» съела ведьмину грушу, она просто умерла, и мультик на этом закончился. Кстати, ещё одну немного менее очевидную отсылочку кое-какому старому диснеевскому мультику можно было заметить в другой серии, посвящённой Гейлларду – серии под названием «Распродажа». Когда Гамбл и Дарвин узнают о том, что мистер Робинсон, их любимый сосед, собирается переезжать, они мигом словно проваливаются под землю в глубокую дыру. И вот это их падение было срисовано одновременно с мультика и фильма про Алису в «Стране чудес», когда главная героиня в точности также летела в кроличью нору. В особенности похож тот момент, когда возрастные смотрят через дыру нападающих детей так же, как и котик в оригинальном мультфильме. Придя в себя, дети решили попытаться сделать всё возможное, чтобы не дать Робинсонам продать дом. И чтобы показать, насколько же страшна преступность в этом районе, Гамбл и Дарвин отыгрывают перед покупателями небольшую сценку. Дарвин притворяется полицейскими и арестовывает Гамбла. И в этот момент стоит внимательно послушать в оригинале, что же он кричит. Это знаменитая фраза «Судьи Дредда», которой он изразу в раз внушает страх каждому преступнику, которому не повезло попасться под руку этому суровому копу. Ну а в эпизоде «Часы» на заднем плане, на шкафчике, можно заметить главного диснеевского маскота, Микки Мауса, почему-то в бандитской маске. В серии «Соперница» была спародирована концовка «История игрушек 3», когда Вуди, Бас и другие пытались выбраться из мусоросжигательной печи, чтобы в ней не погореть. В точно такую же ситуацию в данном эпизоде попал и Гамбл. Здесь видны чёткие референсы в виде определённых кадров, планов и движения камеры. И всех главных героев в обоих мультиках по итогу внезапно спасает огромная металлическая клешня. А в эпизоде «Приятель» была внезапная отсылочка ко вселенной Стивена. Гамбл уверяет, что с новым другом Анаиса определённо что-то не так решил предположить. Он состоит в какой-то секте, где поклоняются кристаллам. Это определённая аллюзия к соседнему мультику, также идущему по карту Нетворк. Я, кстати, недавно выпустил ролик, где разбираю все непонятки и тайны концовки вселенной Стивена. Если ещё не видели, советую посмотреть, в особенности, если финал вам показался не очень таким. Там я прям всё-всё объясняю. В эпизоде спин-офф я, казалось бы, уже разобрал все-все шоу, которые транслировал Роб, и каждая из них оказалась пародия на уже существующий сериал. Но напоследок остался последний спин-офф – динозавр Тина, о котором я ещё не говорил. И неудивительно, он тоже является пародией на одно детское известное американское шоу «Барни и друзья». В серии «Паутина» же была явная супер-очевидная пародия на миньонов, но не особо понятный для русского зрителя контекст. Суть данной шутки заключалась в том, что в Америке некоторые мамочки по какой-то удивительной для всех причине просто обожают мемы с миньонами. Ими пестрит вся их лента фейсбука, к чему и осылались создатели Гамбала. Также в этом мультсериале есть свои собственные черепашки-ниндзя, которые выглядят в точности так же, как настоящие, только это крокодилы-ниндзя. Такую игрушку, к примеру, можно увидеть в комнате Сары. А ещё такая же стояла на заднем плане у Гамбала, когда он притворялся блогером в серии «Очередь». Кстати, тут же можно заметить плакат с игрой, напоминающий легенду о Зельде, а также фигурки, которые словно одновременно сочетают в себе Лего, Роблокс и Майнкрафт. На стене же висит картридж с надписью «Окари». Это пародия на компанию Atari, которая оказала огромное влияние на зарождение индустрии видеоигр. Если приглядеться ещё внимательнее, на диске можно увидеть пришельца и надпись «It is the extraterrestrial». Это действительно существующая игра этой компании, которая теперь считается одной из худших за всю историю индустрии компьютерных игр, несмотря на высокие ожидания разработчиков при её создании. А ещё это первая игра, сюжет которой соответствует фильму. И этой честью удостоился инопланетянин 82-го года. Небольшая аллюзия к этому фильму была в эпизоде «Нечесть». Ведь в честь праздника Николь нарядилась в хэллоуинский костюм матери Эллиота из «Инопланетянина». А мистер Йошида, кстати, в этой серии одет как Элвис Пресли. Когда же Кэрри предлагает показать Гамбалу и Дарвину суть Хэллоуина, они замирают в ожидании. Таким образом, главные герои отсылаются к рождественской истории, по сюжету которой призраки прошлого, настоящего и будущего переносили Скруджа в разные времена, чтобы показать ему истинную суть Рождества. Главное в этот момент не застрять в своих воспоминаниях, как это произошло с Ричардом в серии «Собственность», иначе это станет похоже на самый настоящий фильм ужасов. Ведь ради спасения мужа Николь пришлось объединиться с бабулей Джоджо и словно в полтергейсте обвязаться сосисками и пройти в этот холодильник. В фильме Даяни также пришлось обвязаться веревкой и отправиться в иное измерение, чтобы спасти свою дочь. Пароход в другую реальность также находился за обычной дверью, из которой излучался сильный свет. Внутри холодильника Николь и бабушка Джоджо обнаружили огромные ледяные земли, которыми Ричард хотел отгородиться ото всех, как и Эльза в холодном сердце. Кролик даже выстроил себе такой же ледяной дворец. Оказывается, все это время столь горячо любимый Ричардом холодильник хранил в себе его воспоминания. Например, тот момент, когда отцу семейства пришлось сражаться с восставшими роботами за будущее их планеты. Не знаю, в какой период жизни это могло с ним произойти, но это определенно была аллюзия к Терминатору. А внешний вид Ричарда в этой сцене – это отсылочка к Снэку Плискину, главному герою фильма «Побег из Нью-Йорка». Теперь понятно, почему этот холодильник был так дорог этому кролику, и почему же он так часто его посещал. И когда Николь сказала мужу выбросить эту развалину, Ричарду было очень тяжело с ним расставаться. Он пробовал отпустить его на волю, отдать в цирк, а затем в реабилитационный центр. Но везде ему было не место. Последний, так вообще, как оказалось, выставляет утилизированную технику на бои словно роботов в живой стали. Ричарду пришлось поскорее забрать свой холодильник с этой арены, а затем уносить ноги от этой свирепой толпы. Кстати говоря, вся эта сцена погони, её цветовая палитра и все персонажи являются породией на начало фильма о Безумном Максе. Даже парень с саксофоном – это отсылка. Всё оружие, техника и предметы этой безумной банды – это утилизированный мусор. И потому у Анаис возникает весьма резонный вопрос. Это аллюзия к известнейшему выступлению Билла Клинтона на шоу «Арсенио Хоу», когда он играл там на саксофоне в течение выборов 1992 года. Если бы Билл Клинтон не был президентом, он стал бы просто чудесным саксофонистом, ведь это была его главная страсть на втором месте после политики. В эпизоде «Желание» директору Брауну пришлось поучаствовать не менее страшной гонке с крысой-рейсером. Но директору пришлось пойти на столь рискованный шаг, ведь на кону была диванная подушечка, в которой заключена его возлюбленная Мисс Симеан. По крайней мере, так он думал. Вся эта погоня является пародией на фильм «Бриолин», где главного героя точно так же пытались подрезать. И даже заканчивается эта серия тем, как директор Брауна Мисс Симеан счастливо уезжает на машине прямиком в небеса. В точности так же, как и парочка главных героев в фильме «Бриолин». Гонки гонками, конечно, но главное, чтобы на такой скорости не снести половину чьей-то машины, как это произошло в эпизоде «Помехи». Патрикош остался сидеть, держа руль на вытянутых руках с ошарашенным лицом. Это всё, кстати говоря, в точности повторяет сцену из фильма «Такси 2». За такое вождение Вотерсоны бы точно получили одну звезду в серии «Звёздочки», когда абсолютно всё в Элморе обзавелось рейтингом и измерялось исключительно по количеству звёзд. Весь этот эпизод является пародией на первую серию третьего сезона «Чёрного зеркала», которые нам показали мир, в котором твоё положение в обществе, состояние и влияние определяется исключительно количеством звёзд, которые тебе выставляют другие люди. В Гамбле всю эту идею обыграли совершенно иначе, но референс здесь налицо. Весь эпизод новости также является пародией на одно уже существующее шоу «The Day to Day», сериал, который сам, в свою очередь, пародировал телевизионные новости и некоторые программы. В Гамбле даже музыкальное интро этой серии сделали наподобие тому, что было в «The Day to Day». Серия под названием «Дама», в которой Ричард неожиданно переодевается в женщину, чтобы в свободное время тусоваться с другими женщинами, это тоже одна большая отсылка к сериалу «Золотые девочки». Там, правда, никто ни во что не переодевается, но удивительный мир Гамбла в этом эпизоде спародировал даже интро этого сериала, что окончательно подтверждает данную аллюзию. А ещё у этой пасхалочки двойное дно, так сказать. И в эпизоде «Чудачка» создатели Гамбла решили спародировать интро ещё одного очень старого сериала «Семейка Брейди». В этой же серии, когда Гамба у Дарвина и Сасси встречает хулиганов, Сайд им говорит. И это определённо был референс к фильму «The Good, The Bad and The Ugly». А когда же Николь, считая, что Ричард не справляется со своими домашними обязанностями, в серии «Сделка» говорит ему, она отсылается к фильму «Нэнни Макфи» – «Моей ужасной няне». В русском же дубляже «Наши» переводчики решили адаптировать эту отсылку и заменили ужасную няню на более известную у нас Мэри Поппинс. «Я уж точно обойдусь без няни Мэри Поппинс». И, как по мне, это довольно неплохой выход из положения, чтобы не загубить пасхалочку. В этом же эпизоде, кстати, была ещё одна отсылочка к культовой сцене старинного фильма 1902 года – «Путешествие на Луну». А в серии «Колдун» была отсылочка на другой старый-старый фильм «Коридорный» 1918 года. Дарвин протирает обе стороны зеркала в точности, как главный герой фильма каким-то образом протирал обе стороны стекла. В эпизоде «Паразит», когда Анаис рассказывает братьям, что же на самом деле произошло между ней и Джоди, играет главная тема фильма Альфреда Хитчко как «Головокружение» 1958 года. «Подруга!» «Не было твоей fault» А в серии «Неловкость» Банана Джо поёт песню из «Космической Одиссеи» 2001 года, фильма, который вышел в далёком 1968 году, когда 2001 ещё казался людям далёким будущим. «Космическая Одиссея» стала вехой в развитии кинофантастики, потому неудивительно, что и сцена с этой мелодией стала по итогу культовой. Она затем пародировалась в «Удивительном мире» Гамбала ещё два раза. В эпизоде «Прокрастинация» Гамбал напевает уже знакомую нам мелодию, а затем достаёт из дивана шоколадный батончик, словно это луналит из того же фильма. И в серии «Удивительный мир Элмора» создатели мультсериала уже полноценно воссоздали и спародировали всю вступительную часть «Космической Одиссеи». В эпизоде «Депрессия» же была спародирована уже гораздо более современная песня Фароа Уильямса под названием «Хэппи». Ну то сразу слышен знакомый мотив. А в серии «Картошка», когда Дарвин начинает видеть галлюцинации в виде поющих картофельных голов, весь видеоряд этой песни использует реверенсы из клипа богемской рапсодии группы Queen. Вот настолько Дарвин себя довёл, пытаясь не есть картошку. В один момент он даже смотрел жуткие видео, не давая себе картошкой Фрине на секунду сопнуть глаза, примерно так же, как это происходило в «Заводном апельсине», которому, собственно, и отсылается данная сцена. А в эпизоде «Брачный агент» Гамбл, притворяясь, что тает в разливе химикатов, пародирует момент из Робокопа, в котором Эмилия Антоновски постигла такая же ужасная судьба. Жуть. Кстати, помните ещё, как выглядел Пенни в серии «Поделка»? Этот её образ в данной сцене был устресован со страшного локутуса Борга из «Звёздного пути». А в эпизоде «Кот» была тончайшая аллюзия к «Доктору Кто». Когда Гамбл и Дарвин, пытаясь жить без интернета, играют в настольную игру, будто бы в компьютерную, они придумывают различные инопланетные ругательства. Я галлифрирую твой атонотроп! Так вот, Галлифрей – это родная планета «Доктор Акто», к чему и была сделана аллюзия. Не менее странное предложение произносит Карлтон в серии «Кофты». Но это цитата из фильма «Клуб Завтра», которую произнёс Джон Бендер, подразумевая под этим сверх преуспевающих во всем задротом. Ну а в серии «Магнитола» Гамбл, пытаясь угадать, что же им всё это время говорит Джук, внезапно предполагает следующий вариант. Ты нашёл клад, а теперь мы сможем спасти город от взломных контрагентов? И это далеко не просто набор случайных слов, которые по рандому выдал Гамбл. Это предложение в точности описывает сюжет фильма «Балбесы». Дети действительно собирались найти сокровища, чтобы не дать злобным контрагентам лишить их домов. Когда Гамбл уже в эпизоде «Гнездо» говорит вылупившемуся монстру-черепашонку «Следому должен был вытащить не Дарвин, а огромную пушку, чтобы расстрелять злую черепаху». И ведь это цитата из фильма «Лисо со шрамом». В серии «Отереть» Колин и Феликс тонко отсылаются к «Игре престолов» и фильмам «Марвел». Что дальше? Массовая культура начнёт создавать фильмы и телешоу про супергероев и драконов? Раньше ведь считалось, что по «Васелину колец», «Звёздным войнам» и «Человеку-пауку» фанатеют лишь дичайшие задроты, вроде ребят из «Теории Большого Взрыва». А сейчас вон даже Банана Джо в эпизоде «Будущее» разрывая свою кожуру, отсылается к Супермену. И Гамбл узнает, кто такой Саруман. Если что, это колдун из «Васелина колец», который предал главных героев и переметнулся на сторону Саурона и главного врага, к чему, собственно, и отсылался Гамбл в данной сцене. А большая часть эпизода объявления, когда вотерсы натаскаются с потерявшими сознание Берни и Этель, притворяясь, будто с ними всё в порядке, это пародия на фильмы у Кента Берни, в котором главные герои несколько дней таскались с трупом, выдавая его пред людьми за живого человека. А в эпизоде «Молчание» стоило мистеру Смоллу услышать об альтернативной медицине от Гамбла и Дарвина, так он мигом к ним примчался, пародируя в этой сцене полёт Нео из второй части «Матрицы». В этой же серии главный герой ещё и придумывает различные рыбные каламбуры с именами известных музыкантов. Это Курт Кобейн. Это Лиу Уэйн. Шакира. Это референс к Саймону и Гарфанкелу, американскому фолк-рок дуэту. Ещё одна ссылочка к нескольким известным группам была в эпизоде «Цветочки ревности». Когда Лесли достаёт пылесос, чтобы изгнать из Гамбла духа ревности, на этом самом пылесосе можно заметить стикеры с надписями, пародирующие символы двух известнейших рок-групп – ACDC и KISS. Ну и напоследок, я оставил две самые главные пасхалочки, которые подмечали, наверное, абсолютно все на протяжении просмотра всего удивительного мира Гамбла. Ричард в молодости носил футболку с символом, пародирующим логотип Нирваны. А Рокки не стал изменять своему имени и всегда одет в футболке с названиями тех же самых известных групп. ABCD – это пародия на ACDC, а Bissou в переводе с французского означает KISS. И что ж, это были последние пасхалочки во всем удивительном мире Гамбла. Кажется, теперь я с уверенностью могу сказать, что нам удалось найти все-все ссылочки, которые только есть в этом мультике. Ну разве что совсем уж натянутый я старался не брать в расчёт. Но если вы вдруг найдёте что-то ещё, смело скидывайте в предложку моей группы ВКонтакте. Но и окончание разбора пасхалочек не значит, что Гамбл совсем уж пробадёт с этого канала. Если вы хотите, чтобы я и дальше выпускал видео по Гамблу, давайте наберём на этом видео 40 тысяч лайков. Ведь у меня уже есть кое-какие идеи для будущих роликов. А если вы не смотрели предыдущие выпуски о пасхалочках Гамбле, или теории, или видео о том, каким Гамбл мог быть по первоначальным концептам... Ну что ж, сейчас самое время это сделать, там уйма всего интересного. А на этом сегодня всё. С вами был Садерлинг, как и всегда. Спасибо за просмотр и пока.